сейчас надо помолиться если честно потому что меня так обедом накормили шоу а тема сегодня такая которая требует я вам серьезно говорю да вот и хочется именно преподать а не просто отбыть номер а что вчера было так вчера было довольно все миролюбиво все так было мило и в общем то мажорная бы сказал да не одесса понравилась вот так погулял походил сегодня пешком хорошем городе виница нет но я скажу так вот я очень любил москву я в жил москве вода три суммарная и москва больше всех не нравилось из городов где был где ну не просто был а именно так чтобы долго как-то меня занесло в питер я в питер хотел поехать я никогда не ездил ленинграды 97 году попал в питер было это в марте и там у нас была неприятная история это еще до покаяния был вот и неприятная история продолжалась и три дня моего пребывания там я люблю историю русскую много знаю питере из истории и вот пойти от когда ты по городу ешь и для тебя это открытая книга потому что ты знаешь вот эти имена вот эти названия и знаешь что где жил и что с этим связано то это оживает все и тем более интересно но из-за того что у нас там все было так вот неприятно не такие плохие воспоминания о питере остались я нет ну ассоциации совершенно верно то есть я понял вывод для меня такой затем ту руки жизни иногда приходят и ты умнее вдруг вот в отношении на отношении какого-то такого поля взгляда своего я понял что хорошо там где есть общение хорошее у меня в Москве было хорошее общение я так в богемных кругах одно время общался там с режиссерами и разными художник и артистами вот а в питере как бы так все и потом я помню приехал бердичев сложных обстоятельствах для себя жизнь так дала трещину крепкую и в девяносто восьмом году 30 сентября я вышел полдесятого вечера с электрички на темный перрон без фонарей вышел эту площадь где в центре большая лужа такая была знаете вот бердичеве да и света не было фейс фейспалм так думаю народ тут и умру пара так все уныло было выглядело потом я с людьми познакомился к богу пришел и да да и ну несмотря на то что там не глянуть некуда в бердичево там не смотрите на что в общем про не пойти там некуда там даже поплавать толком негде честно говоря то воспоминание об этом городе мне очень даже хорошей то есть винница но вот винница мне как город никогда не нравилось вот если внешне посмотреть но у нас община там вот я с людьми там умеет дело не с домами с людьми и это как своего рода второй дом да ну одесса одесса сама по себе хороша а если еще с людьми тут познакомиться вообще все будет замечательно да если хорошо так принимает как у вас то вообще все здорово я чувствую себя здесь крайне комфортно и в саше дома у вашей ноги с вами слава богу я скажу так не везде а вере слушают так как здесь у вас потому что я бывало так нарывался на сопротивление аудитории люди говорили а это ерунда мы знаем все это как бы не то вера это другое это но опять же когда не принимает учение то это еще пол беды потому что у меня есть друзья не как они считают что они верят в бога но с точки зрения как я понимаю описание не не верят в бога тем не менее с ними хорошие отношения это на родине этому меня поэтому если учение не принимает это еще ну так вот когда отношения плохие вот это тяжело когда к тебе относятся плохо правда вот есть такая фраза в писании она объясняет один из законов которым руководствуется комфорт нашей души звучит она так нехорошо человеку быть одному понимаете причем речь то идет не о браке на самом деле речь идет о сообществе когда ты не один когда ты знаешь это когда люди для тебя не как участь пейзажа а именно из душевные отношения или как писание говорит взаимоскрепляющие связи любви можно жить хоть в пустыне правда а вот если этого ничего нет почему люди живут шикарных странах шикарных городах и заканчивают же самоубийством потому что они одиноки внутри они сами они одни и им в общем-то нехорошо было хорошо продолжали бы жить нехорошо такого дела поэтому слава богу за одессу за то что вы вместе за то что у вас есть община это божий инструмент это знаете это как такой некий не знаю как сравнить чем есть такие фантастические фильмы где как бы людей искусственно выращивают там вот помещен эмбрион в среду где он растет вот да вот община это своего рода среда где твоей душе комфортно если она построена правильно если там есть общение настоящее вот каинанье вот это обмен жизни тогда человеку будет хорошо если этого нет то это надо строить хорошо великий бог израиля отец наш небесный очень нуждаются тебе я очень нуждаюсь я ничего не могу без себя я не могу преподать слово твою если ты не дашь этому жизнь я молю тебя чтобы ты благословил меня послужить здесь верно преподать это учение я прошу чтобы ты благословил всех слушающих чтобы каждый смог не только слушать но и услышать благослови эти свое имя ишуа пусть через то что сегодня были здесь вечером через это учение твое имя прославится твоя воля раскроется приготовь всех нас к тому к чему нас может приведут только твою слово нашел нашего наше спасибо она хорошо и так мы сегодня вообще раньше был злым человеком раньше ну давно это абсолютно точно когда я пришел к богу я скоро скоро скорости это понял ну через какое-то время душа что раньше все очень хорошим добрым там романтичным например и и романтичным одновременно и суровым холодным и таким вот какой фильм посмотришь какой герой там главный так каким-то себя и вниз потом понимаете примерно так если это рэмбо то ты рэмбо если это какой то ты такой а потом я пришел к богу и понял что я злой человек очень а вот я захотел стать добрым не добреньким а вот именно добрым ну и молился богу долго несколько лет и молюсь потому что надо еще заносит вот я думаю что это очень важно и когда я добрый я вижу и люди ко мне нормально относятся вот серьезно когда я начинаю где-то немножечко забывать о том какой я без бога то вокруг меня и атмосфера все напрягается и все так как бы щетинятся сразу но и я и они мне сразу некомфортно и потом где-то так подкрадывается искушение где-то всех представить виноватыми делюсь секретами всего того что иногда в голове плавает я думаю что нам необходимо стать добрыми всем по хорошему добрыми доброму человеку легче жить в этом мире мир учит наоборот добрый это глупый на быть злой надо быть что если тебе палец дадут тот хватит по плечу вот это неправда такие люди живут во вражде со всеми это беда их и причина многих проблем в том числе проблем с верой и так сегодня мы с вами говорим продолжаем говорить о вере я попрошу вас открыть какую главу и какой книги как вы думаете точно открываем долгожданную 11 главу послание евреям исследователи библии многие считают что послание евреям это толкование книги левит это условное конечно определение но во многом это верно и заметьте книга левит но в торе как для меня это одна из номера моя любимая книга я сначала я долго не понимал не мог читать а потом с одного времени начала открываться мне вот я увидел что там речь идет о глубинной духовной работе которую сложно вообще описать какими-либо словами поэтому бог его описывает языком дыма жертв внутреннего тука и на примере вот этих сравнений показывает что происходит в духе человека который приближается к богу в разных ситуациях через покаяние через посвящение книга левит толкует книгу книгу книга евреям толкует книгу левит и то что здесь говорится о вере вовсе не случайно давайте мы прежде чем мы смотрим в одиннадцатую главу начнем с 10 не не вся глава нам будет нужна вот два стиха и вот мы смотрим с вами я бы даже сказал три стиха может больше ну смотрим да 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 вы вот правильно говорите какой стих до вспомните 32 стих 10 главы вспомните прежние дни ваши когда вы быв просвещены выдержали великий подвиг страданий вот здесь автор возможно павел возможно полос разные исследователи считают что авторы этой книги возможно не павел ну там по каким-то определенным оценкам они так выводят что похоже что полос очень редки думают что петр но в любом случае автор этого послания пишет в некий коллектив верующих евреев где он находит людей в состоянии шата вот зашатала их зашатала и он этим посланием причем у них начались проблемы с пониманием духовности господа его как бы вот духовного образа вот какой он как это и это повлияло возможно это возможно испытание возможно еще что-то но точно на то время у них начали шатания какие-то и вот он им напоминает он говорит вспомните прежние дни ваши когда вы был попросвещены то есть он говорит вы помните когда вы приняли евангелие когда свет пришел вашу жизнь вы выдержали великий подвиг страданий то сами среди поношений и скорби и служа зрелищем для других то принимая участие в других находящихся в таком же состоянии здесь обращается внимание на поведение этих людей как они выдерживали великий подвиг страданий во-первых они выдерживали его когда страдания были непосредственно у них во вторых они помогали тем людям которые находились под гнетом если у этих ну было относительное затишье то есть они не просто предоставляли каждому пройти свое испытание вот они помогали тем кому было сложно его это явно поощряется здесь это образ жизни верующего это надо знать и вот дальше написано ибо вы и моим узом сострадали и вот теперь считаю внимательно и расхищение имение вашего приняли с радостью что же радость такая у кого из вас крали что воровали что-нибудь ну что-нибудь нет вам телефона украли например у меня было очень печально я помню а у кого еще что забирали до коми дом украли у вас господи думаю как же украли дом дом обокрали есть люди у которых не обворовывали всех обворовали да ну давайте вспомним как нам было радостно и весело на душе давайте давайте вспомним эту заме эту замечательную замечательные секунды нашей жизни когда мы поняли что нас грыса воровали вот здесь о людях пишут пишется интересное здесь на людях пишется ибо вы и и расхищение имение вашего приняли с радостью знаете вот человеку из мира было бы более понятно если бы он сказал так ибо вы и расхищение имение моего приняли с радостью вот это было бы более понятно потому что определенная радость есть в том когда у соседа корова в общем уже до отошла в свой коровий рай некий вот но здесь написано что у них украли они приняли это с радостью я не понимаю этого мне такая радость непонятно описание пишет о них да еще поощрительном ключе но там объясняется причина а вот это нам нужно знать зная что есть у вас на небесах имущество лучше и неприходящие вы понимаете что явилась причиной ну того что они как минимум не потеряли шалом они знали что у них не будет вот сейчас давайте попробуем залезть в глубину терминов имение лучшее они она у них есть разница между верой и надеждой заключается в том что вера это ты знаешь что она есть а надежда это будет ну а может и нет да вот здесь у них что-то забираю это все равно как если бы у меня из кармана вытащили вот я вышел из трамвая предположим вот я проехал маршрут вышел из трамвая и у меня кто-то из кармана уворовал использованный травмой трамвайный билет вот если там представить такое себе то честно говоря я как-то печали это мне не добавит но мне так думаю по крайней мере я же проехал мне уже не надо вот у людей украли причем ну что значит известно из истории что у верующих до четвертого века в определенные периоды при определенных императорах на законных основаниях могли забрать все просто если ты сдаешь кого-то как верующего то тебе от конфискованного у него всего имущества дают часть то ли половину то ли больше поэтому у того то вот так было представляете поэтому здесь речь идет не об использованном трамвайном билете я думаю вот речь идет о крупных вещах потому что здесь ставится вопрос о великом подвиге страданий вообще давайте подумаем об этих людях чем они руководствовались причина прописана ясно они знали что есть на небесах имущество лучшие и неприходящие неприходящие это в том смысле не такое что приходящие и уходящие это это постоянное всегда навсегда она есть у них она у них есть у меня когда-то украли из кармана деньги у меня давно в девяносто первом году у меня бизнес такой был полуподпольный ну скажем у меня украли рублей 100 а в девяносто первом году 100 рублей это были деньги ну допустим другом кармане у меня в это уже самое время тысяч пять лежала и мне не холодно не жарко было от 100 рублей украли и ладно пусть вам будет как говорится веселее наверное вам не хватает а у меня есть то есть ничего страшного вот я думаю это лучше пример чем с трамвайным билетом потому что когда у тебя украли то что в общем-то ну не лишнее для тебя но она не настолько важно как то что у тебя не украли и украсть никогда не могут то согласитесь при таком раскладе особой причины терять шалом нету как вы считаете согласны с этим особой причины терять шалом нету и эти люди их вера вечная было настоящей и помогала им выдерживать великий подвиг страданий это не то что им было очень больно они просто терпели как бы пропадая как матроса образовал бросался на абразуру зная что погибнет вот нет они знали что с ними в данный момент времени страшного не происходит ничего ну что скажите страшного в том что я теряю что то что мне по большому счету вот именно жизненно ну не важно и она не так важно и знаю при этом что то что мне действительно важно и не потеряю никогда я знаю это четко что в этом страшного ничего поэтому чем не печалится